Наконец-то хорошие новости из Украины. Вечером 3 июля Центральная избирательная комиссия отменила свое предыдущее решение о регистрации антиукраинского видеоблогера Анатолия Шария кандидатом в народные депутаты для участия в выборов в Верховную Раду, которые запланированы на 21 июля. Все члены ЦИК проголосовали за отмену регистрации Шария единогласно. Для тех, кто не был в курсе, напоминаю, что Шарий хотел баллотироваться в парламент под номером 1 в избирательном списке своей партии «Партия Шария». Причина отказа ЦИКа элементарная. Шарий последние 5 лет не проживает в Украине. И в связи с этим хотелось бы спросить, Толенька, куда же ты собрался, милый? Ты же уже 5 лет не живешь в этой стране. Мы, конечно, знаем, чем ты занимаешься. Вся деятельность последних лет, как уже было выше сказано, антиукраинская. Шарий не только оскорблял украинцев, их происхождение, называя их нелюдями, недочеловеками, но и, естественно, все его сообщения так или иначе были созвучны российской пропаганде. Шарий – постоянный участник программы «60 минут» пары Скобеевых, которые так и называют его своим другом, журналистом и так далее. Вообще, российские средства массовой информации, начиная от эхо Москвы и кончая продажным познером, все так или иначе нахваливают Шария каждый на свой манер, только лишний раз подчеркивая, кем он является на самом деле. И вот в связи с непростой ситуацией в Украине, когда всякая нечисть повылазила из разных дыр, и все они теперь решили стать депутатами, то есть захватить окончательно власть в Украине, естественно, такая накипь, как Анатолий Шарий, тоже поспешил занять места в кинозале. Но, упс, обломилось. На Анатолия Шария в Украине заведено два уголовных дела. Как известно, это был первый украинский журналист, который получил политическое убежище в Литве. И в связи с этим, по этому факту, только не был передан Украине. Но запрос от Генеральной прокуратуры посылался. Так вот, непонятно, как в таких условиях Анатолий Шарий решил быть депутатом. Это такой троллинг высшего уровня или что? Сам он, конечно, сейчас исходит на говно, орет, обзывая всех тупыми свиньями и обезьянами. Кстати, в отношении Шария это совершенно нормально. Он только так себе и позволяет говорить. Ничего ему не бывает. Ютуб его не наказывает. Так вот, эти тупые свиньи и обезьяны сильно вылили сейчас Толю Шария. Не дали ему порулить в этой стране. В Deutsche Welle подключились. Ну, это украинская Deutsche Welle. Я абсолютно убежден, что туда нанимают тупых свиней, к примеру. В регулярном вестнике регистрационного центра Литвы за 2017 год мы нашли предпринимателя Анатолий Шарий, который проживает по адресу улица Повильнению. Повильнению 45. И я, так знаете, представляю, что это же серьезное, мощное расследование было проведено. Они нашли. И вот за всем этим говном я усматриваю четко, четко, крепкую руку такого серьезного юриста. Марк Фейгин, надеюсь. Дело в том, что если у человека есть бизнес, где-то не значит, что он там проживает 5 лет. Для тупых свиней это иногда приходится разжевывать. Потому что в таком случае, я думаю, Петя был бы как панамцем. А, и россияниным, да? Впрочем, я хотел сказать, кто они такие, но они решили обойтись без меня. То есть, они за диалог без ненависти. Поэтому я там просто заблокирован. Ну да, тупые свиньи, от этого же вы станете менее тупыми. Не дали ему порулить в этой стране. Он-то думал, его выберут депутатом. Даже если он там находиться не будет, он получит неприкосновенность. И в результате этого сможет вернуться. Ну и продолжать гадить, только потом уже в украинской разе. Но, слава богу, украинцы сопротивляются, как вы видите. И у них есть рычаги воздействия. 2 июля был митинг против того, чтобы Шарий был зарегистрирован кандидатом в депутаты. Помимо прочего, это касалось и господина Клюева, бывшего работника администрации Януковича. Это не единственный кандидат из бывшей элиты Януковича. Но вот этого удалось отвоевать. В смысле, не допустить его ни в коем случае даже до выборов. Так что это хорошая новость. Ну а толенькие я всегда пишу в комментариях одно и то же. Тюрьма тебя ждет, дружок. Рано или поздно родина встретит тебя наручниками. Ну уж точно не депутатским креслом. Рано или поздно родина встретит тебя наручниками.